коллеги я буду рассказывать про планирование системы продаж и вопрос такой вот зачем нужно нам планирование скажите пожалуйста кто работает 8 часов в день поднимите руки пожалуйста так остальные так остальные больше хорошо кто работает 9 часов в день поднимите руки так 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 20 процентов где где-то кто работает 10 часов в день так 30 где-то процентов кто работает 11 часов в день так есть тоже люди такие а есть кто 6 ну не кто 6 тому не нас уж не было про не про планирование не про что, те отлично живут, в общем, на самом деле, все прекрасно, кто вообще не работает, тоже можно, так, коллеги, а кому снится процесс продаж во сне, есть такие, кто, вы руку поднимаете, один человек, есть еще кому-то снится про продажи сны, так, второй человек, так, все, да, 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 ну, коллеги, смотрите, значит, на самом деле, тогда можно так расслабиться, ну, планирование нужно, когда вот мы уже прям прошли с вами экстенсивный путь, максимально уже работаем, у нас уже люди все загружены, а вот, ну, чего-то все равно нам хочется, да, чего-то либо не получается, либо получается, вот, ну, как бы не так, как хотим, поэтому вот смысл планирования, ну, в общем, фактически для тех, кто работает больше восьми часов, кто работает шесть часов, так, на будущее, и я Ася Барышева, я партнер проекта системные продажи, работаю в продажах 20 лет уже, являюсь автором книг, ну, самый популярный из них до сих пор остается, это как продать слона, книжка уже больше 200 тысяч экземпляров вышла тиражом, и сегодня в подарок ее принесла, у меня для вас есть сложное задание, поэтому можно выиграть в виде конкурса ее, ну, имейте в виду, чтобы у вас был просто еще дополнительный стимул какой-то. И я буду говорить про планирование системы продаж, когда нужно развивать систему продаж, вот ситуация такая, я прихожу в компанию, у компании есть задача продвинуть новый продукт на строительном рынке, соответственно, куплен маркетинговый отчет, где есть контакты этих 140 клиентов, и, ну, выделено два бойца, которые вот будут продвигать этот продукт. Соответственно, один боец за неделю сделал 60 звонков и договорился об одной встрече. Ну, вот, может быть, эта конверсия не плохая, 60 звонков и одна встреча, но это в ситуации, когда у тебя есть 2 тысячи, 3 тысячи клиентов дальше, да, ты делаешь так вот, ну, шарашишь, шарашишь, шарашишь дальше, и у тебя постепенно там какие-то встречи назначаются, встречи конвертируются в сделку. Но, когда у тебя всего 140 клиентов по рынку, а ты уже 60 клиентов обзвонил, и только один сказал тебе, да, я готов встречаться, то, коллеги, скажите, хорошая ли эта система продаж, когда мы собираемся работать с клиентом только звонками и встречами, хорошая система? Нет, вообще не система, да? Нет, не очень хорошая. Почему? Потому что, если мы еще раз, ну, там еще вот 10 звонков надо сделать, ну, может, еще будет одна встреча, ну, две встречи, да, ну, дай бог, там, может, у тебя будет одна сделка, не знаю, если прям повезет, а, в принципе, если не повезет, то что делать-то еще? Просто делать вид, что ты работаешь, и там в косынку играть? Что делать руководителю? Делать вид, что все хорошо, и бойцы вроде заняты делами, да, и игнорировать то, что они в косынку играют. Значит, вот в этом случае явно система продаж, которая основана только на звонках, встречах, она недостаточная, да? Может быть, в другой отрасли, для другой ситуации, такая система, просто сделаем холодные звонки, конвертируем во встречи и в сделки, это нормально, в данном случае ненормально. Значит, что делать тогда? Вот что, какой вариант? Как вы видите, что делать в этой ситуации можно? Работать с причинами отказа, ну, это в плане общения, это тот же звонок или та же встреча? Причина идентична, работать с ними и подумать про это. Ну, да, принимается, так что еще? Да, смотрите, получается, что, конечно, вот здесь есть, ну, совершенно ресурс, как переговоры переговаривать, да, здесь, там, и скрипты, и правильная работа с сомнением, возражением, переговорные стратегии, это вот, ну, совершенно точно. Но все равно, скорее всего, нам надо какие-то другие инструменты дополнительные, да? Что еще может быть? Конференцию сделать, всех пригласить, да, да, и, может быть, как бы не выпускать, пока они не купят, да? Вот так может быть. Так, инструмент, что еще? Более интернет-ориентирован, может быть, посмотреть какие-то варианты продвижения через интернет, но это тоже новый инструмент, вообще новый канал, да, принимается, что еще? Да, про интернет, да. Подходить с разных сторон, да, коллеги. Может быть, он тупо получает, ну, да, может быть, как бы просто дать ему подзатыльник, и он начнет конвертировать и 50 встреч из 60 делать? Согласна, да, совершенно согласна, да. Смотрите, ну, если брать этот конкретный проект, то там работали с тем, чтобы конверсию повышать, но этого недостаточно было, и совершенно четко нам надо рассмотреть другие инструменты, расширять систему, и получается, вот, ну, в этом случае система, система нам нужна. Значит, чтобы понимать, как систему эту строить, какие варианты у нас есть, нам надо посмотреть на клиента. Ну, если так совсем просто, то клиент проживает три стадии. Первая стадия, когда клиент не знает, что ему надо. Мы знаем, что ему надо. Вот на рынке B2B такая ситуация сплошь и рядом, да, там, знаем, что есть финансовые услуги, которые клиент мог бы пользоваться, он не хочет знать, не хочет. Страховые услуги, там, не хочу, не буду. Оборудование новое, не хочу, не буду, отстаньте, да. Мы знаем, что для него это важно, нужно, а он прям, отстаньте, вообще не хочу. Да, и это такая стадия вопрос, что делать с этими клиентами. Ну, дальше, если клиент созревает, то он готов уже купить, и получается, что он у конкурентов смотрит какие-то варианты и с нами общается. И вот на этой стадии тогда получается, ну, в принципе, холодные звонки нормально работают, да, потому что он попадает в некую потребность, тогда можно это обсуждать, клиент, ну, готов примерно слушать. Ну, и тогда нормальный боец, который хороший, он конвертирует три звонка и две встречи делает. Ну, и нам, конечно, интересен третий этап, когда он делает продажи и делает повторные продажи. Вот этот клиент, конечно, нам максимально интересен. Поэтому система продаж и планирование системы продаж в крупном таком варианте должна формулироваться как, какие инструменты мы должны с вами использовать для того, чтобы клиента, который говорит, нет, не надо, не хочу, не буду, отстаньте от меня, превратить в клиента, который говорит, вау, вы мои самые лучшие поставщики, я вас люблю и буду брать только у вас. Вот задачка-то непростая у нас получается, да. Ну, и одним мероприятием, если их всех собрать, то, наверное, тоже не решишь, да, или решишь? Решишь. Напоить их как следует, да, дать им по женщине, и женщине по мужчине, и все нормально. Чтобы не путать, да. Да, смотрите, может и решается, но как бы часто это некие системные вещи. Тогда получается, смотрите, ну, почему в данном случае не работало? Потому что большинство клиентов находились на первой стадии, они не знают, что им надо, продукт новый, и они говорили, да, прекрасно все, но сейчас в кризис это не продается, строительный рынок стоит, отстаньте от нас, вот как только будет продаваться, вы к нам приходите. Ну, и получается, что, конечно, вот холодные звонки, там, они работали не очень хорошо. Значит, почему важно систему продаж выстраивать? Приведу еще один пример. Банк, да, клиент, компания, которая продает рассылки для банка. Значит, задача тоже, год назад наша задача была повысить продажи услуг для банков. Стали делать это с помощью звонков, значит, звонки для банков не работают, ну, в тот момент не работали, потому что это крупные банки, там сидит секретарь, который научен всех отшивать, и, соответственно, холодные звонки, они просто, ну, разбивались либо о секретаря, либо они получались, подходили к лицам, которые, ну, не принимают решения, и это была, в общем, ну, почти бессмысленная такая работа, к сожалению. Значит, нерабочая система, ну, мы знали, решили, что немножко систему расширить. Тогда мы сделали такой ход, ну, решили послать письма лицам, принимающих решения. Сделали правильное письмо с фотографией, с инфографикой, правильный продающий текст, там, ну, как могли, написали. Разослали всем банкам, которые потенциально для нас были интересны. Получили один звонок, это позвонил наш конкурент, у которого жена работает в банке. И он сказал, что это вы моей жене письма рассылаете, зачем вы это делаете? Значит, ну, вроде бы канал тоже нерабочий, но мы на этом не остановились. Дальше следующий ход у нас, мы написали всем в социальной сети письма, письма, текст тоже был, ну, как бы мы думали, как это сделать. Ну, и основной текст был, что мы вам послали хорошее письмо с очень важным предложением и очень важное ваше мнение. В результате получили отклик, пять людей ответило. Трое написали, что, двое написали, что все фигня, как бы это все не работает, в кризис сейчас и вообще отстаньте от нас. А трое написали, ну, в принципе, да, но что-то мы сомневаемся. И вот с тремя этими людьми договорились о встрече. В результате одну сделку сделали, сделка на полмиллиона, ну, не такая большая сделка, но про что этот пример? Про конверсию, да? Если мы с вами пользуемся одним каналом только, то этот канал может не работать. И мы можем с вами, ну, с ума сходить там, беситься от того, что продавцы не звонят. Мы можем их ругать, мы можем их мотивировать. Это, ну, в принципе, правильная вещь, хорошая, да? Но иногда очень важно дополнительные какие-то инструменты ввести, которые расширяли бы эту систему продаж, дополнительные стимулы, которые помогали бы. Или мы с вами делаем отдельную там в соцсетях компанию. О, она что-то не работает. Да, разослали всем предложение, никто не откликается. Почему? А нет связки, да? Поэтому получается очень важно, что мы с вами должны рассматривать несколько каналов, и эти каналы должны быть в связке, каждый из которых усиливает другого. И получается вот это такая у нас непростая задачка стоит. Значит, ну, если говорить про какую-то метафору, то хорошая система продаж, она похожа на парк развлечений. Где у нас вот здесь бегемот заморский, люди идут туда. Потом, а вот здесь бородатая женщина у нас. А здесь у нас хорошие вкусные пирожки продаются. А здесь у нас конкурс. А здесь у нас рассылка интересная аналитика. А здесь у нас мероприятие, конференция, где вы можете узнать про то, как работать с нами. А здесь у нас в соцсетях вы можете посмотреть жизнь какую-то, поучаствовать. А здесь еще мы к вам присылаем аналитику. Ну, это несколько таких взаимосвязанных инструментов, которые должны друг друга поддерживать и усиливать. И получается, что это такая вот задачка, ну, что ли, непростая. Ну, если так просто говоря, что ли, совсем упрощенно говорить, то инструменты, которые работают на рынке B2B, ну, вот это понятно, что условная какая-то схема такая, что на первом этапе, конечно, очень важен интернет-продвижение. И здесь важен сайт, ну, как некая первая такая точка касания. Что за компания, что предлагают. Да, и есть бизнесы, где с помощью сайта, ну, люди получают заявки очень хорошие, конвертируют хорошо, выкиваете, наверняка у вас такой бизнес, да? Нет. Сейчас это отдельная тема, ладно, давайте, как бы, да. Есть такие люди, которые это умеют делать, отрасли, как бы, делают. Но, коллеги, до сих пор есть компании, у которых нет сайтов. Недавно говорили с компанией, которая крупнейшая продается коммерческой недвижимости, они говорят, у нас нет сайта, нам он не нужен, и, как бы, вот так они четко убеждены, что вообще это не нужно, не надо. Ну, это прекрасно, да, пока у тебя вот конкуренция невысокая, ты без сайта, без всего, просто у тебя входящий поток, и ты нормально живешь. Но, как только конкуренция усиливается, то уже инструменты надо дорабатывать, да, и сайт надо дорабатывать. Важный момент, это письмо, ну, это условное название. Письмо, это, ну, все рассылки, коммерческие предложения, презентации, аналитика, инфографика. Ну, вот весь этот такой шлак огромный, которыми нас засыпают. Значит, чтобы это был не шлак, а некие такие действия, что ли, точечные и развивающие, очень важно, чтобы это была системная какая-то вещь, которая продвигает. Видео очень важный инструмент, мы про него проговорим, соцсети. Ну, и, конечно, если клиенты готовы покупать, то хороший, ну, вариант звонки и встречи, да, это самый, наверное, лучший такой вариант в B2B-продажах и мероприятия, которые мы делаем для наших клиентов. На третьем этапе очень важно, опять же, ну, снизить затраты на работу с клиентами, и это письменные всякие формы работы, и здесь важно выделить такой формат, как тестирование или аналитику по результатам того, что клиенты получили. Потому что вот одна из таких трагедий продаж состоит в том, что люди не знают, что происходит с клиентами после продажи. Вот, например, в рекламном бизнесе, это сплошь и рядом, когда люди говорят, мы продаем наружную рекламу, вот что-то сейчас продажа не очень хорошо. А спрашиваешь, а скажите, а что ваши клиенты получают от наружной рекламы? Мы не знаем. А какой результат они получают? Мы не знаем. Поэтому, получается, если люди не знают, что их клиенты получают, то как можно дальше развивать продажи, как можно дальше с ними работать, как можно дальше вообще как-то их продвигать. Ну, более того, это в рекламном бизнесе-то понятно, там еще как-то это сложно сделать. Ну, коллеги, только что вернулась, там вот была в Орле, там крупнейшая чулочно-носочная фабрика, с 34-го года работает фабрика. Я говорю, скажите, а вот сколько оптовики ваши на носках зарабатывают, на ваших? А мы не знаем. Ну, как вы? Как можно продавать носки, когда не знаешь, сколько на них делают наценку, сколько люди на них зарабатывают, и как ты можешь помочь своему клиенту, если ты не понимаешь, что с ним происходит? Скажите, вы понимаете, что происходит с вашими клиентами? Конечно, такой тихий. А кто по-честному не понимает, скажем так? Есть такие, кто вот, ну, не до конца понимает? Так, если по-честному. Так, честные люди есть? Я, например, тоже не всегда понимаю. Есть еще кто-то, кто не понимает, а что клиенты? Так, вот есть еще люди? Всех вычислим, да, 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 смотрите, коллеги, а это крайне важная вещь, потому что продажи в... Да. А это хорошо, да, тогда смотрите, если они не все договаривают, вы можете прям дать им под затыльник, ну-ка, ты чего не все договариваешь? Я же знаю, ты заработал 150% накрутку делаешь, чего ты мне здесь говоришь, что товар плохо не продается? Ну, то есть уже тема переговоров есть, да? А если мы не понимаем, и клиенты говорят, ой, товар не продается, ой, наценка у нас невысокая, ой, мы не можем продать, и мы прям тоже, да, они приятно там накрутку 350% делают, неправильно продают, не умеют работать с клиентами и так далее, и так далее. Да? Да, угу. Ну вот отлично, смотрите, отлично, правильно вы делаете, смотрите, а это целая процедура, да, фактически, вот очень важно то, что делать, и действительно, что, ну, клиенты могут быть это не по злому умыслу делать, да, но вот так у них система, да, построена, что они как бы заворачивают клиентов, не берут трубки иногда, это не всегда возможно проверить, но, коллеги, если мы возвращаемся к системе, то тестирование как часть системы должна быть, потому что если вы это вставите, и вы мне говорите, смотрите, а есть звонки, а есть конверсия, давайте думать, что делать, и я прям за голову хватаюсь, точно, очень вызывается ваш пример, потому что как только ставишь цифровые какие-то системы, клиенты оказываются, вау, да у нас есть заявки, ой, мы это не знали, вау, да я на рекламу трачу в два раза больше, вот у нас сейчас клиент один, он тратил, продавал двери, тратил миллион в месяц, как стали отцифровывать, оказывается, ой, реклама-то мне не нужна такая, уменьшил рекламу в два раза, вот прям отличный, ну, ну, почему он сделал, ну, за счет такой вот цифровой какой-то работы, значит, очень важная вещь, ну, встречи, семинары, неформальные мероприятия в виде пьянок и бань и так далее. Так, коллеги, ну, мне хотелось бы просто, так как времени совсем мало, да, просто привести три примера, которые, ну, мне кажется, каждый из нас почти мог бы повторить в своем бизнесе. Если говорить, что про наименее затратный инструмент в системе продаж, это письма, это письменная коммуникация, рассылки, шаблоны, коммерческие предложения, презентации. Вот ужас, что творится, что получают наши клиенты. Недавно с крупнейшим там компанией, там, отраслевым разговаривала, они говорят, мы нашему клиенту отсылаем договор сразу. Ну, 50 страниц. 50 страниц, я прям так даже, 50 страниц. Неужели есть кто-то вообще, хоть какой-то клиент, который прочитал этот договор в 50 страниц? Ну, мы про это не заморачиваемся. Ну, коллеги, это можно про это не заморачиваться, пока вот все хорошо, но как только меняется ситуация, ну, уже, наверное, можно и позаморачиваться, да, что ты что-то отсылаешь, а твои действия не находят правильный отклик. Письма, это, ну, бесплатный вариант. Я хочу привести пример компании, где мы прописывали цепочку писем. Это компания, на самом деле, очень такой сильный продавец на рынке, и лидер рынка, и, ну, много что сделано в этой компании, есть там много инструментов, но вот письма, это тот проект, который мы делали. Задача была такая, как сделать так, чтобы все бухгалтера России покупали нашу справочную правовую систему? Как это сделать с помощью писем? Мы написали 26 шаблонов писем. Коллеги, какое было первое письмо, какое бы вы первое письмо написали, если бы такая глобальная задача стояла? Про что письмо должно быть написано? А? Что вам интересно с благодарностью, о чем? Что, благодарны, что обратились на сайт, что проявили интерес, да, а там может быть еще что? Если вы прочитаете 26 песен, получите, это самое, билеты в пачку, так. Проблематику, на которой люди сталкиваются, чтобы он сказал, да, это про меня, я хочу. И дать. Да, да, может быть проблематика, на которой бухгалтер говорит, да, 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 это то, что мне надо, и есть некое решение, да, вариант, что еще? А с каким проблемой вы сталкиваетесь, отметьте, пожалуйста, да, вариант тоже может быть, угу. И 5 лет секса не будет тебе, да, и 5 лет будешь сидеть, да, напугать. Так, ну, коллеги, смотрите, идеи правильные, но первое письмо, совсем, если вот откатить, когда бухгалтер становится потенциальным клиентом, совсем, вот, ну, если такую цепочку-то отмотать, когда? А? Когда у него дедлайн, но это он уже работает, а вот смотрите, на самом деле, первое письмо, которое в этой цепочке, тем, кто заканчивает институт финансов, это письмо выпускнику юридического, там, бухгалтерского, там, финансового факультета, вы закончили финансовый университет, наверняка вы будете, захотите работать с хорошим бухгалтером, а вот вам диск мы вам присылаем, приходите на наши семинары, потому что там вы увидите интересные решения, там вы посмотрите интересные варианты, которые помогут вам работать. Коллеги, конкурс, давайте, какие еще варианты писем могут быть? Последние решения, выигравший получает приз, какие еще варианты к тем, что назвали, письма написать можно бухгалтеру? А? Ну, дальше еще, какие варианты писем могут быть? Нет, 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 дальше, дальше мы работаем с бухгалтером, что еще может быть? Да, позвали студента, но это первый самый вариант, да, дальше он приходит на работу, понятно, что мы можем его поздравить, поздравляем с выходом на работу. Обучить, как расти по карьерной лестнице, раз, так, что еще? Обзор судебной практики, два, что еще? Решение сложных задач, которые мы вас информируем, да, три. Как понятны по карьерной лестнице, стать финансовым директором, да, а не каким-то пятым бухгалтером, да. Что еще? Дать демо, приходите на демо обучение, так. Понять, какие возможности открываются, чтобы можно было его подвязать на какие-то дополнительные услуги, да. Приходите на постоянное обучение к нам, чтобы, да, вы обучались, так. Вы собственник бизнеса, станьте собственником бизнеса, так. У нас есть партнерские программы, приведи своего бухгалтера, который рядом с тобой сидит и получи что-то, так. Приходите на вебинары, у нас хорошие вебинары, так, письмо точно. Угу. Получите подарок, да. Получите скидку, да. Так. А еще? Подарок, получи книгу Эльги Заваринов-Ленурова. Так, коллеги, отличные ходы, на самом деле, профессиональные, а вот что-то такое, знаете, более человеческое еще может быть. Как совмещать личную жизнь и сложную работу бухгалтера, так. Если жизнь после СБУ. Хорошо. У вас было много решений, вы выигрываете приз. Коллеги, ну смотрите, получается, что мы сейчас прям с вами за 5 минут накидали массу вариантов, да. Значит, очень важно, что то, что мы говорим, рассылка не работает. Конечно, она не работает, если она не системна, да, просто это вот отдельное какое-то вливание. Но если это последовательная сеть писем, правильно написанных, да, с учетом индивидуальных особенностей, то это прекрасно работает, ну вот там через полтора месяца после запуска проекта примерно каждое подразделение получало одного-двух клиентов по письмам. И плюс еще усилилась лояльность клиентов. Ну вот ребята рассказывали такую ситуацию, когда поступает звонок, там, ну звонок бухгалтеру, и бухгалтер там говорит, ну что вы нам звоните, что такое там, вот, ну как бы хватит. Ну такой злобный бухгалтер, как все обычно бывают, да. Потом пауза, через какое-то время он говорит, так, а это письма от вас были? Вот с Мишкой это письмо от вас было? Он продавец говорит, да. Он говорит, ааа, ну так бы сразу и сказали. Вот получается правильное письмо, да, оно меняет мозг клиента, оно делает его более эмоциональным, более таким правильным. Парис показывает, мне уже конец вообще связи, конец всего. Да, коллеги, смотрите, вот давайте сделаю выводы, да, это, ну, один из, там, один из кейсов, один из инструментов, но получается очень важно, что, что очень часто мы бываем зациклены на том, что есть какой-то формат, да, вот там, заморский бегемот, с помощью которого мы привлекаем клиента, и нам кажется, что нет больше никаких вариантов и нет больше никаких решений. Очень важно посмотреть в стороны, да, и посмотреть, какие еще инструменты, ну, используют наши конкуренты, а еще лучше в других отраслях, рабочие вещи, потому что очень много инструментов, которые мы не используем, да, вебинары, смс-рассылки, соцсети, те же письма, видео и так далее, и тому подобное. И тогда, если мы выстраиваем это всю в некую такую систему, то получается это такой парк развлечений, где весело, здорово, интересно, лояльно, и получается вот, ну, очень, ну, и клиентам хорошо, и нам это дает такой хороший трафик. Что где? Систему 90 дней. Так, ну, я вам приготовила еще. Коллеги, смотрите, ну, например, можно обменяться со мной визитками и получить информацию о системе продаж с кейсами, ну, я с удовольствием поделюсь, совершенно классные кейсы есть, когда люди с помощью там писем, с помощью видео и с помощью мероприятий получают хороших клиентов. И, ну, приглашаю вас подписаться на сайте Абарышева, получить книжку «Холодный звонок. Растопи сердце клиента» и быть с нами на связи, ну, для того, чтобы понимать, какие еще варианты системы продаж мы могли бы брать, и брать не только в своей отрасли, но и друг у друга. Спасибо большое за активную работу. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.